привет привет и в этот замечательный денек волшебное деревья так и обещал несколько минут по галерке позади меня вот она улица советская градообразующая вот эта улица кирова и мы пройдем зигзагами по галерке до улицы башняка здесь везде были деревянные дома как уже говорил добротные дома из бруса но гостям города и жителям города необходимы были дрова и вот эти дома добротно из бруса они были признаны непригодными для проживания ремонт был признан не актуальным и они были разобраны ну а попросту говоря и вот на их месте появились такие вот новоделы замечательные из металла гвл и пластика вот она улица при амурская улица при амурская так получается уже по ширине половину галерки мы прошли башняка у нас вот она впереди ну предлагаю еще по центру немножко продвинуться камера смотрит на здание башняка 5 большое такое длинное здание всегда здесь было несколько спиртовых точек можно в любое время дня и ночи купить не прикупить немножечко спирту кому не хватает для бытовых нужд для протирки контактов и прочих бытовых необходимостей и вот мы наблюдаем вот последние дома оставшиеся вот добротные дома из бруса это последние совсем немного их осталось все-таки погода сегодня замечательная стоит деревья такие так вот предлагаю еще небольшой галс сделать вот такой вот вернуться на кирова пройти немного выше по направлению к школьной практически пройти до бывшей больницы портовской сирова 13 и вернуться опять на территорию галерки пройдя уже до башняка так вот прям узкие немного ошибся я мужская улица вот они же это была другая улица великое счастье с возрастом не переставать удивляться не разучиться удивляться вот этим вот небольшим красотам которые дарует нам природа народ потихонечку шевелится готовиться к окончанию праздника пурим который начинается 23 февраля и заканчивается 8 марта ну так уж внушили прописали гены менталитет славянского народа и советского народа что это вот истинно наши праздники о праздниках не хотел бы сейчас здесь говорить об этих кто знает тот поймет набираем поисковике 23 февраля 8 марта история праздников есть очень хорошие подробные посты на эту тему праздновать надо свои праздники давайте праздновать 1 мая это только не ночь на 1 мая да а просто 1 мая как праздник труда давайте праздновать 9 мая как праздник победы в великой отечественной войне так ну вот я заговорился вот мы идем это вот здесь классическая галерка ортодоксальная сколько раз это замечал когда мы начинаем вести фиксацию движение вокруг нас начинает акцентироваться видимо этот виртуальный мир под воздействием наблюдателя начинает активироваться и вот все спрайты оживают так еще раз приязываю Кирова портовская больница и классическая галерка ну классическая она не из-за свалки отнюдь а классическая потому что вот здесь остался еще тот старый классический сектор пустыри здесь везде говорю еще раз были вот такие вот добротные дома здесь находились это у нас чудо чудно еще сохраняются колонки можно абсолютно бесплатно напиться чистой воды с рассошено так вон там виднеется детский садик башняка 5 в котором многие заводчане провели свое детство и вот мы выходим как обещал вот совершив небольшой галст такой так вот символика тоже да обращайте внимание для тех кто в курсе что молюют на поверхностях домов гаражей и ну вот претендент на снос кто-то опять поживиться для тех кто не в курсе говорю что по федеральным программам краевым программам на снос одного дома бюджетом заложено около 500 тысяч что делается вы знаете объявляется конкурс вот предложившие наиболее выгодные условия берет этот дом под разборку привлекает арендует свою технику нанимает рабочих и осуществляет снос с этого сноса он еще обязан предоставить откаты ну в том числе пиломатериалы брус хороший хорошие доски где есть потому что я вот уверен что в этом доме износ бруса как такового процент небольшой ну это преступная схема в общем то отмывания денег вот это на разборке домов собственно если интересно можно будет тему эту отдельно разобрать взять соответствующее интервью заинтересованных лиц то есть прийти в администрацию спросить куда одеваются вот эти вот 500 тысяч которые бюджетами заложены на разборку вот этих вот ветхих зданий и они вам естественно ничего не скажут пока мы не поднесем их к носу им к носу нормативные документы тоже кстати не так просто было найти эти источники все закрыто запрятано несмотря на массу всяких хороших хороших нормативных актов призванных именно для улучшения жизни вот в наших северных условиях эти все нормативные акты не используются и большинство из них неизвестно населению к сожалению так ну а чтобы на этой нотке такой не заканчивать блогик давайте просто так пройдем по улице башняка без всяких комментариев и закончим на здании и садик еще раз напоминаю где прошло детство многих заводчан и тех же жителей галерки есть у нас про этот детский садик тоже небольшой бложик туда приходил записывал материал вот здесь была сберкасса кстати такой довольно большой был операционный зал сейчас это переделывается под что-то должна была одна коммерсантка это здание взять но цена не понравилась ей поэтому она взяла себе под нужды другое здание которое находится на Чихачево и там располагался магазин номер 25 ранее так тут уже получается нижняя галерка там тоже было два дома деревянных вечных два дома они как-то снеслись я даже и не заметил стояли они получается вот вдоль куигды по направлению вдоль куигды так ну вот этой вот дорогой я думаю мы пройдем следующий раз тоже будут определенные какие-то у меня моменты в городе планируем планируем маршрут и пройдем вот по вот этой вот дороге тут тоже часто по ней люди ходят это из тех народных троп которая не зарастает которая натаптывается из года в год десятилетиями так ну и опять возвращаемся на улицу башняка вот эти трубы все это новоделы стало невыгодно прятать трубы землю чтобы там куча да всяких расходов лотки бетонная изоляция гидроизоляция масса масса всего плюс выемка грунта обратно отсыпка грунта потом так трудно искать повреждения проще вот кинуть над его вот вам люди русские вот вам люди советские держите так вот эти дома мы тоже еще обойдем я думаю пока они еще целые ну вот собственно слева как я вам говорил значит это башняка детский садик тоже был окружен весь вам частность не частным сектором из деревянных домов двухэтажных добротных сейчас здесь ну тоже детское учреждение но уже другого типа сейчас у нас в основном сироты инвалиды детские дома и тому подобное ну не детские ну не детские дома а заведения различного чистого чтобы был детский садик чтобы была детская школа в основном все с какими-то ущербами сейчас нормальные дети у нас просто на вес золота к сожалению ну а погода нас не перестает радовать у нас замечательный мартовский день замечательный мартовский джен друзья друзья не обделяйте вниманием подписывайтесь на канал Роман Зайцев живу на ДВ задавайте вопросы задавайте интересные темы для бесед для разговоров на улице будем беседовать будем общаться пока мы живы и город будет жить так или иначе в я делал под в в в в в в в в в Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok